ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Компания Jeep редко даёт о себе знать, но вот пора настава. В России отзываются 7,5 тысяч внедорожников Grand Cherokee, выпущенных в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах. Список минкодов размещен на сайте Ростстандарта. По данным ведомства, у машин может начать барахлить реле топливного насоса. Внешне это проявляется в неустойчивой работе двигателя или в невозможности его запуска. ТРАССА 101 В России приостановилась выдача льготных автокредитов по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Причина банальна. Деньги, обещанные государством, до банков пока не дошли. Когда это произойдёт, неизвестно. В прошлом году правительство вложило в программу льготного автокредитования 16,5 миллиардов рублей. Счастливыми обладателями новеньких бюджетных авто стали около 200 тысяч наших соотечественников. ТРАССА 101 В Госдуме предложили установить нижнюю и верхнюю планки стоимости поездок в такси. Первая защитит водителей от демпинга, к которому прибегают агрегаторы, а вторая пассажиров, которые вынуждены платить значительно больше, например, в празднике. Депутаты собираются пригласить на разговор специалистов по ценообразованию в сфере перевозок. Что они там напоют, неизвестно, но лишь бы минимальная стоимость не оказалась выше действующих на расценок, как это недавно произошло с растительным маслом. ТРАССА 101 Рено начала принимать заказы на Duster второго поколения. Стартовая стоимость кроссовера 945 тысяч рублей. Топовая версия обойдется минимум почти в полтора миллиона. Комплектацией у автомобиля четыре. Начальная оснащается 114-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6. Самая дорогая 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,3. В линейке двигателей есть также дизельный полуторалитровый агрегат, развивающий 109 лошадиных сил. ТРАССА 101 Кто из актеров в фильмах расколошматил больше всего автомобилей? Речь идет о киношных случаях, когда машина не подлежит восстановлению. Первое место, ожидаемо, занял звезда «Форсажа» Вин Дизель. Настоящее имя Марк Винсент Синклер. На второй строчке с небольшим отставанием оказался Брюс Уиллис. Но он еще может наверстать упущенное. Актеру-то всего 65. Бронза досталась терминатору-губернатору Арнольду Шварценеггеру. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101